Шарлотт Эккерман, шведская оперная певица и актриса, в свое время также была очень известной куртизанкой и официальной любовницей шведского короля Карла XIII с 1779 по 1781 годы. Беата Шарлотта Эккерман родилась 7 июня 1758 года и была дочерью Бенгта Эдварда Эккермана, кавалерийского мастера королевских гусаров в Скании и писательницы Катарины Альгрен. Ее отец был двоюродным братом Карла Фредерика Эккермана, спикера от бюргеров в шведском парламенте, а мать одновременно была камердамой при дворе королевы Луизы Ульрики. Также она была феминисткой, писательницей и переводчицей. Находясь под опекой отца после развода родителей, Шарлотту описывали как сироту. У нее было двое братьев и сестра, а также несколько единокровных братьев от второго брака ее отца и матери. Шарлотта и ее сестра не ладили с мачехой и, похоже, рано покинули дом. Ее сестра Юлия Эккерман также была куртизанкой и любовницей дворянина графа Карла Спары, губернатора Стокгольма. В 1774 году Шарлотт была приглашена в трупы Стенборга, а в качестве певицы выступала в королевской шведской опере в Больхусете в Стокгольме в 1776-1781 годах. В 1774 году она вместе с несколькими другими актерами из трупы Стенборга была вызвана в замок Грибсхольм Густавом III, который недавно создал шведскую королевскую оперу и искал для нее талант. Король обнаружил, что у Эккерман есть способности к драматическим ролям и дал своей придворной Марии Ауроре Угли, звезде дворянского любительского театра при королевском дворе, задание обучить ее роли Мичтильды в опере Гюленборга и Адлербета, после того, как Элизабет Оллен отказалась от этой роли. Шарлот Эккерман имела большой успех в королевской опере, и ее любили зрители. В момент ее дебюта Карл начал кричать «Мисс Углия! Мисс Углия!», после чего зрители начали аплодировать также Марии Ауроре Угли, находившейся в своей ложе, а также автору постановки Гюленборгу, за то, что они подготовили Эккерман для этой роли. Шарлотта получила место певицы в опере в 1776 году и работала там до 1781 года. В течение этого периода она была обожаемой актрисой и певицей. После того, как ее признали непригодной для балета, ей дали место в хоре, хотя голос у нее был слабый, ее описывали как красивую живую женщину. В то же время Эккерман имела репутацию неудачливой танцовщицы и посредственной певицы, но считалась вполне способной актрисой. Шарлотта, наряду с Ульрикой Росенлунд, получила признание за свой драматический талант и принадлежала к числу артистов первой национальной оперы, которые доказали свой талант не только в качестве певцов, но и как актеры в словесных партиях, театральных постановках, которые иногда давались в опере до открытия Королевского театра в 1788 году. Шарлотта Эккерман была известна с 1774 года как крутизанка. В 1779 она стала официальной любовницей брата короля, герцога Карла, будущего шведского короля Карла XIII. Ходили слухи, что Карл взял Эккерману любовницей по совету своего брата, шведского принца Фредерика Адольфа, который считал, что супруга Карла будет к ней более лояльной, чем к предыдущей его фаворитке, графине Марии Софии Росенштерн, которая служила ее придворной. Герцог Карл также имел отношения с балериной Шарлоттой Слотсберг, которая, однако, не получила никакого официального признания. Отношения между Карлом и Эккерман вызвали скандалы из-за большой популярности супруги Карла, Гедвиги Елизаветы Шарлотты Гольштейн-Готтерпской. Герцог Карл пытался повлиять на короля Густава III, чтобы тот завел себе официальную любовницу, а Эккерман предложила в качестве нее французскую авантюристку мадам Монзуф. Но их задумка, похоже, не удалась. В 1781 году Карл прекратил отношения с Шарлоттой. Ходили слухи, что их разрыв случился из-за скандала, но на самом деле наиболее вероятной причиной было то, что Карл посчитал это необходимым после того, как его приняли в масона. Однако и это, по-видимому, не совсем верно, так как Карл вскоре вступил в другую любовную связь с Франсуазой и Леонорой Виллиан. Тогда же Эккерман вступила в конфликт с королем Швеции Густавом III. Шарлотта не нравилась ему, как было сказано, потому что она не восхищалась им, и у нее был талант карикатурно изображать тогдашние идеалы. Когда ее роман с братом короля закончился, и она больше не могла рассчитывать на его покровительство, король устроил ее увольнение из оперы и изгнал из Дротнингхольма. Кроме того, он приказал барону Карлу Спарре, губернатору Стокгольма, арестовать ее и отправить в женскую тюрьму Лонгхольман. В качестве причины он указал то, что она родила ребенка и убила его в тайне, и что она принимала участие в распространении слухов о незаконном рождении наследника престола. В то время ходило много слухов о том, что наследный принц был сыном штарместера, графа Адольфа Фредерика Мунка, зачавшего его по приказу короля. Слухи распространялись матерью короля, Луизы Уллерикой, и усиливались, когда Мунк получал подарки от короля и королевы. Спарре, который был любовником сестры Эккерман Юлии, знал о неприязни короля к Шарлотт Эккерман. Спарре изучил эти обвинения и не смог найти ничего, что указывало бы на то, что Шарлотта совершила убийство ребенка. Шарлотта отрицала обвинение в том, что она несла ответственность за распространение слухов о легитимности наследника престола, и утверждала, что виновным был паш короля Георг Йохан де Беше. Паш утверждал, что подарок, который королева преподнесла Мунку, мог вполне быть благодарностью за рождение наследника престола. Спарре отказался арестовать ее и указал, что по шведским законам монарх не может угрожать свободе гражданина без законного решения суда. Эта история завершилась ничем. Вскоре после этого Эккерман покинула страну, возможно, будучи изгнанной королем. Впоследствии она жила в Париже, где была куртизанкой под именем Мадам Альгрен. В этот период ее портрет был написан художником Адольфом Ульриком Вертмюллером, заказанный, вероятно, Густавом Морритсом Армфельдом, ее тогдашним поклонником. В 1784 году Густав Морритс Армфельд договорился о встрече с Густавом III во время его официального визита во Францию, во время которого Эккерман помирилась с монархом, который разрешил ей вернуться в Швецию. В те же годы она совершила путешествие по Италии, что было необычно для одинокой женщины в ту эпоху. Шарлот вернулась в Швецию в 1786 году. С того времени она стала активной шпионкой. Она шпионила за иностранными послами, находившимися в Стокгольме в качестве куртизанки. В момент своей смерти она была любовницей голландского посла в Швеции барона Вандер Борка. Она скончалась в Стокгольме 16 января 1790 года в возрасте 31 года, находясь на сеансе месмеризма, проводимой Андерсом Спарманом.